напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали как называлась популярная в ссср марка венгерских плодово овощных консервов в ссср выпускался огромный ассортимент собственных фруктовых и овощных консервов тем не менее эталоном вкусы и качества считались консервы венгерской фирмы глобус на советском рынке было представлено более ста наименований это и огурцы и горошек и фасоль и салаты и лече и многое другое в названии какого популярного советского салата зашифрован революционный смысл рецепт салата шуба был создан комсомольцами во время гражданской войны название блюда это аббревиатура которая расшифровывается как шовинизму и упадку байкот и анафема как называлась это популярное советское печенье в ссср было очень популярно печенье персики две половинки из песочного теста склеивались вареной сгущенкой бачка подкрашивали свекольным соком чтобы придать печенью схожесть со спелыми плодами как назывался первый советский пористый шоколад первый пористый шоколад был изготовлен в англии в 1945 году а на советском пространстве его начали изготавливать лишь в 1967 году это был шоколад конек горбунок который за нежную воздушную текстуру окрестили детским как называется этот советский десерт пожалуй каждая советская хозяйка умела готовить хворост это хрустящее лакомство готовилась из простых доступных продуктов которые были в каждом доме тесто из муки яиц сметаны и молока тонко раскатывалась и обжаривалась во фритюре готовое лакомство посыпалось сахарной пудрой сколько килограмм веса могла выдержать советская авоська без сетчатой сумки сплетенной из тонких крепких бичевок в советском союзе не обходился ни один поход на рынок или в магазин а войско легко помещалась в кармане и не ощущалось из-за легкого веса зато выдерживала до 70 килограммов сколько в брежневские времена стоил килограмм сервелата если судить по государственным ценам то в период правления брежнева все колбасы были вполне доступными тот же сервелат стоил всего 3 рубля 50 копеек проблема иногда было найти его на прилавках в принципе получить его можно было по блату в магазине или купить у спекулянта на рынке правда что во время горбачевского сухого закона не продавали кефир так как в нем содержится алкоголь и в 1980-х годах кефир рисковал навсегда исчезнуть с прилавков магазинов во всем виновата антиалкогольная компания развернутая горбачёвым однажды правительству поступило письмо от ленинградских ученых в котором говорилось что в кефире присутствуют градусы и в верхах всерьез обсуждался вопрос исключения кисломолочного напитка из детского рациона и его полного запрета но только благодаря академику николаю блохину кефир к алкоголю не причислили как назывались конфеты на обертке которых размещали фотографии космонавтов в 1963 году воронежская кондитерская фабрика выпустила конфеты к звездам с портретами первых космонавтов все конфеты имели несколько вариантов оберток на то время это была находка для собирателей фантиков как назывались мятные конфетки в виде небольших прямоугольных или круглых таблеток свежее дыхание облегчало понимание во все времена мятные конфеты холодок дети не очень любили а вот подростки и взрослые очень даже как назывался этот популярный домашний торт в советские времена рецепт торта из покрошенного теста пропитанного кремом имеет американские корни а в советские времена этот десерт добрался до отечественных широт пик популярности муравейника пришелся на 70-е годы несмотря на стандартную рецептуру у каждой хозяйки были свои секретики которые делали ее торт неповторимым что в советские времена продавалась в такой коробке когда-то у нас дома была такая картонная коробка и в ней что-то хранилось эта коробка из-под печенья смесь туркистанская печенье было в ассортименте с разными начинками также были такие же коробки для печенья но металлические как назывался многослойный салат с черносливом который продавался во многих советских ресторанах советские времена салат прага был визитной карточкой многих дорогих ресторанов но рецепт его очень прост по сути это тот же самый оливье но не перемешанный а выложенный слоями изюминкой салата был чернослив который выкладывали сверху какой срок годности был у советских газированных напитков состав советских газированных напитков входили только натуральные экстракты и фруктовые сиропы в них не было никаких консервантов поэтому срок годности сладкой газировки составлял всего лишь от 7 до 20 дней в зависимости от входящего в состав сиропа как назывался советский салат с печенью в 70-х годах советские повара придумали салат из обжаренной говяжьей печени тонко нарезанной моркови и пассированного лука он назывался пассажирский так как подавался в основном в вагонах ресторанах сколько в советское время стоил килограмм клюквы в сахаре заветные белые шарики с красной начинкой наверняка были вожделенной мечтой каждого советского ребенка наряду с воздушными кукурузными палочками в сахарной глазури и сладкой газировкой клюкву в сахарной пудре продавали на развес в больших картонных коробках по цене 2 рубля 50 копеек за килограмм какие конфеты были визитной карточкой кондитерской фабрики имени крупской мишку на севере выпускают на ленинградской фабрике имени крупской с 1939 года в ссср конфеты с таким названием выпускали несколько кондитерских фабрик но ленинградские по авторитетному мнению большинства советских сладкоежек были самые вкусные какую колбасу в народе называли собачьей радостью ливерная колбаса это колбасное изделие из фарша предварительно отваренного или бланшированного мяса и субпродуктов в ссср ливерная колбаса выпускалась высшего первого второго и третьего сорта дешевую ливерную колбасу в народе называли собачьей радостью так как многие покупали ее своим питомцем из-за дешевизны любая советская хозяйка знала что в одном полном граненом стакане помещается именно такое количество сахара какое ответ на этот вопрос знала любая советская хозяйка сегодня странно об этом слышать но в советское время в большинстве кулинарных рецептов объем продуктов определялся стаканами в стакан помещалось 230 граммов сахарного песка 270 граммов соли 190 граммов муки поэтому никакая хозяйка не могла чувствовать себя во всеоружии если под рукой не было этого чуда советской стеклянной промышленности а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа изготовление какого любимого советского лакомства показано в данном коротком ролике в следующем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok